АПЛОДИСМЕНТЫ 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 День наш, праздник, не праздник, мы здесь в самом деле не говорим. Я тоже поддерживаю во многом Виктора Верстакова в том, что ошибка не ввод войск, а ошибка вывод войск. Потому что есть очень многие политические причины. Мы прекрасно понимаем, что это не члены политбюро захотели повоевать, и они послали воевать нас за речку. Были веские причины, которые я попытался по минутам восстановить в этой книге. Но сейчас мы говорим не об этом, мы говорим о вечере, мы говорим о том, что, вы знаете, после Афгана было очень много горячих точек. Но я войну оцениваю потому, сложились ли песни об этих войнах. Вот об Афганистане сложились песни, об Афганистане поют. Ни о Чечне пока, ни о Донбассе, ни о других наших горячих точках пока не запели. Песни пока не сложились. Большинство ее перепевают от наших ребят Виктора Верстакова, Игоря Морозова и всех наших других друзей. Знаете, позавчера был в Звездном городке, встречали космонавтов, которые пролетели, вернулись месяц назад из космоса, длительной экспедиции. И начальник космодрома сказал, вы знаете, вы штучный товар. Вот у нас было 400 заявлений в отряд космонавтов, а мы отобрали только 6. Вы знаете, а я подумал, вот мы, афганцы, вы еще более штучный товар. Вы еще более штучный товар, потому что вы те, кто не хотел лететь за речку, те, кто хотел увильнуть, они увильнули, они не полетели. Вот все, кто здесь, не уворачивались, не придумывали себе болезни, не обложились справками, они, они, мы полетели, мы выполнили свой дом. И вы знаете, друзья, сегодня сейчас встретим удивительного человека, человека, который раньше всех нас, раньше всех знал, нас предполагал ситуацию, которая будет в Афганистане, это Хабиб Таджабаевич Халбаев, командир мусульманского батальона. Друзья. Это вот человек, которого еще не знали, полетим мы или не полетим, пойдут войска, они пойдут. Вот капитана Халбаева отыскали на курсах выстрел, да, и сказали собрать, собрать отряд. И 10 сентября, и одну маленькую выдержку вот из этого романа, который вот как раз по минутам восстанавливает, почему мы там оказались, именно почему, вопросы, именно почему мы там оказались. Виктор, разреши одну, зачитаю. Вот об этом человеке, может быть, каждый знает. 10 сентября, сентября еще, 79-го года, Ташкент. Сначала должен умереть ты, Хабиб Таджабаевич, а потом уже только этот человек, полковник Колесов, это Германский союзный колесник, показал Халбаеву фотографию пожилого мужчины с благородной сединовиской. Ахтараки понял комфорт по газетным снимкам президента Афганистана. Вернее, скажем так, что бы ни случилось там, куда вы летите, но мы поймем тебя лишь в одном случае. Если этот человек погиб, то значит ни твоего батальона, ни тебя самого уже в живых нет. Извини, но, короче, отвечаю головой. Комбал взял в руки фотографию, более внимательно посмотрел, ахтараки. Да, задачу по охране поставил лично Леонид Ильич Брежим. Все, работаем по второму варианту. А сейчас штаб округа, потом к вам на аэродром. И вот этот человек со своим батальоном 10 сентября должен был влететь в Афганистан, но запоздали, таракей был задушен, как мы понимаем, да, сняли с самолета Хабиба Таджабаевича с его батальоном, и второй вариант не сработал, и мы влетели 25 уже декабря. Я хочу подарить вот эту книжку, которая, оказывается, у Хабиба Таджабаевича нет. Мы с вами встречались в Ташкенте в 90-м году, и вот сейчас вы видите, сейчас... Друзья, любая наша страница, рано или поздно она будет написана, любая наша страница, она наполнена смыслами, наполнена тем, что за нами идут следом, идут следом по нашему проторенному пути. И нам не стыдно оглянуться назад, и нам не стыдно посмотреть в глаза нашему отечеству, и всем остальным мы не опускаем свою голову за нашу афганскую войну. Хабиб Таджабаевич, дорогой! Спасибо! Все, Витя! Когда начиналось все это дело, во-первых, давайте еще вспомним, что еще 24 декабря пешком по земле туда вошел в Афганистан десантно-штуровой батальон под командованием Леонида Хабарова, который взял Саланг и принял самые первые бои. Об этом почти никто не знает. Потом была 9-я рота, но 9-я рота, она была вспомогательной. Потом был мусульманский батальон, потом, вернее, одновременно группа КГБ «Зенит и Гром» и так далее. Песня 9-я рота – это как бы образ начала той войны. Еще на границе и дальше границе Стоят в ожидании наши полки, А там на подходе к афганской столице 9-я рота примкнула штыки. Девятая рота сдала партбилеты, Из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянет с собой до рассвета, То не было роты, приснилась она. И если затянет с собой до рассвета, То не было роты, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, А все же она оставалась войной. Идет по Кабулу 9-я рота, И нет никого у нее за спиной. Пускай городка ее бронеколонна, Последней ходившая в мирном строю, 9-я рота сбивает заслоны, В безвестном декабрьском первом бою. Прости же, 9-я рота отставших, Такая у службы, такой был приказ, Но завтра зачислят на должности павших В 9-ю роту кого-то из нас. Войну мы опять называем работа, А все же она остается войной. Идет по России 9-я рота, Жаль, нет никого у нее за спиной. Идет по Тверскому 9-я рота, Пусть нет никого у нее за спиной. Ну вот песня немножко ближе К мусульманскому. Вадим, не сбивай пока. Называется «Горит звезда над городом Кабулу». Это действительно так. Если бы не удался бы вот этот военный переворот, То многих из нас, которые сейчас сидят здесь в зале, Просто не было бы живых. Потому что пришлось бы уничтожать мусульманский батальон, Пришлось бы делать вид, что это афганская армия. А мусульманская батальонка, кстати, Они были действительно одеты в афганскую форму. И никто бы никогда не знал, Какие были вот эти первые герои. «Горит звезда над городом Кабулу». Горит звезда, прощальная моя. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. И я лежу, смотрю, как остывает Над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, О нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора навек прощаться, Разлука тоже будет без конца. Горит звезда, декабрьская чужая, А мы звездой дымится кровью снег. И я слезой последней провожаю, Все, с чем впервые расстаюсь сновен. Горит звезда над городом Кабулом, Горит звезда, прощальная моя. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. Шуточная песня о советской печати. Иногда ее, когда не я исполняют, то ее объявляют как песня об афганской армии. И даже говорят, что не я написал, а какие-то там бойцы и прочие-прочие молодые офицеры. Нет, это моя песня, это я ее написал. И я ее печатал именно под названием «Шуточная песня о советской печати». Почему? Здесь присутствует много моих, Не много, но есть дорогих товарищей, Журналистов, которые постоянно работали в Афганистане в годы войны. И они подтвердят, что нам приходилось врать, врать, врать. Но чтобы о вас, об афганцах, хоть что-то было известно. Мы все смягчали, порой мы заменяли слова там советской армии на афганской армии. Но выбор был небольшой. Или вообще не писать, или иногда что-то допускать. Какие-то, к сожалению, вот такие вот неточности. Иногда фамилии даже меняли. Русские на афганские. Дрожит душман в поле Хумри и около Герата. Его крушат, черт побери, афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле. Войска афганские одни, ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают. О чем советская печать стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода. Границу перешел и встал, любуется природой. Дает концерты в кишлаках, а в паузах, контрактах. Детишек носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент и неплохой, но где ему сравниться? С афганской армией лихой, которой враг боится. Она разбила тысячу бан, нет, миллион миллионов. Почти очистила Шинданд и два других района. Сильно, отважно, велика, заслуженно, известно. А мы все пляшем гопака и чиним трактор местный. А мы плясали гопака, чинили трактор местный. Песня называется «В королевских конюшнях». А госпиталь сороковой армии, он был в бывших шахских, ну или королевских конюшнях. В королевских конюшнях метромет для коня, Медсестра раскладушку принесла для меня. Очень трудно, голубке, в коридорах не сплошь, В стыкобрубкам к обрубку полегла молодежь. Вертолетчик без правы, минометчик без двух, На повязках кровавых гной да пятна от мух. Отыскала местечко в самом дальнем углу, Где десантник навечно задремал на балу. Унесли, бедолагу, положили меня, И отсюда ни шагу я спокойней гоня. Ведь от ног до макушки весь я гипсовым стал, Мне не надо подушки грозить, что пьедестал. Медсестра, медсестричка, что ж ты слезоньки льешь? Как же ты без привычки здесь в конюшнях живешь? В королевских конюшнях в госпитале нам чаду, В наркотичном спиртушном одержи нам бреду. Если чудо случится, если снова срастусь, Дай свой адрес, сестрица, может быть, пригожусь, Но, коль не воскресну, все равно хоть часок Проживу на чудесной, поглядев, адресок. Проживу на чудесной, поглядев, адресок. В королевских конюшнях метра нет для коня, Медсестра мою душу унесла от меня. Песня называется... Ну, у нее два названия. Одно «Пылает город Кандаган». И второе название «Аллах Акбар». Меня иногда ругают за эту песню, но ругают горяча. Если вы вслушаетесь в нее, то поймете, что она поется от имени советского офицера. Я не знаю, я, кстати, хотел предупредить. Во многих моих песнях, так сказать, слишком боевое содержание, Это не значит, что я пою о себе. Я был там военным журналистом. Но именно военным я работал в войсках, Старался держать поближе к бойцам и к младшим офицерам. Но все-таки я был наблюдателем. Но иногда со стороны не больше, чем... Ну, и, короче, из того, что я видел, Одно время было среди офицеров, Ну, по крайней мере, я несколько раз видел, Шутливое приветствие. Встречались, и друг-друг говорит, «Аллах Акбар, куда пошел-то?» За водкой пошел. Былает город Кандагар, живой мульти нельзя. И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах Акбар. Мне было тошно в жизни той, Я жить, как все, не смог. Простился с верной женой, Аллах Акбар, дружок. Аллах Акбар. Над могилой отца заплакал, наконец, Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец. Аллах Акбар. Аллах Акбар горит песок и рушится скала, И очередь наискосок дорогу перешла. Аллах Акбар. Аллах Акбар пылает склон и перебит дозор, Идишь в атаку, ботальон, Аллах Акбар, майор. Аллах Акбар. Вы слышите, как мы поем там в синковых гробах? Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем, Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя, И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Песня называется «Нюрк». Плачет Нюрка, живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах, Ах, как Нюрка была хороша, Самый тоненький чуяла запах. Плачет Нюрка, а птица летит, Боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не простит, Но ведь плачет, и все ей простится. Кладет Нюрка, родная рука, Ей лизнуть бы хозяйскую руку, Как знакома она так легка. Обреченная Нюркой на муку, В вертолетный влезается пол, Высеченная Нюркина тело, Сотню раз она чуяла ток, А в сто первый чуть-чуть не успела. По загривку прошел ходок, Когда запахом сбоку пахнуло, Но на тонкий стальной проводок По расщелине лапа скользнуло, И взметнулся огонь из камней, И запахло железом каленым, И хозяин, идущий за ней, Опустился на землю со стоном, И ползла к нему Нюрка, ползла, И лизала его, и лизала, И хрипела на помощь, звала, И глазами всю боль рассказала, Подбежали к саперу друзьям, Обмотали бинтами сапера, Он сказал, мне без Нюрки нельзя, Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел поутру, И вдвоем погрузили в машину, Ты не плачь, Нюрка, я не умру, Ты не плачь, я тебя не покину, Но плачет Нюрка живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах, Ах, Ах, Нюрка была хороша, Самый тоненький чуяла запах. Ну, так как здесь достаточно много людей, Которые были в Афганистане, И не в одном месте перемещались, То я хочу спеть песню, Которую называются Афганские гарнизоны, Ну, конечно, все афганские гарнизоны, Перечислить невозможно, Но хоть те, которые более-менее знали, Любовь. С Ташкентской пересылкою, Последнюю бутылкою простились, И айдам, Воздушным сообщением, Другое измерение, Другие города, Кабул, Кабулу, Тереса в гулу, Тару-даман, Где чуть живой, Оскутит штаб сороковой, Аэродром, Небесный гром, Камдив с чекушкой, И прапорщик с ведром, Челалават, Волшебный сад, Между двух бригад, Что над рекой Хранят свой собственный покой, Спим на часах, С бычком в усах, И вертолетный полк Витает в небесах, Кундуз, Кундуз, Не хватит мус, Чтобы поэта Объявить тебя Прекрасным вдохновительным, Вез зимой мороз, Весной понос, И круглый год, Жить или не жить, Один вопрос, Газни, газни, Кругом огни, Бьют дышака, Издалека, И миномет из бугорка, Поверись за умом, Гони ханумом, Без темноты Она не стоит Этих сумм, Гордес, Гордес, Пыли до небес, Качают духи Головой Перед бригадой Штурмовой Моза рубли В такой пыли Мы сами духи Продохнуть бы Не смогли Шин-дан, Шин-дан, Здесь мало банд, А тот, кто Этому не рад, Пусть отправляется В Герат, Но здесь оклян, Госпиталян, Где много баб, А с ними пухом Нам земля И Кандагар Сплошной бугар На черной площади броня Горит средь ночи И средня, Но за углом Аэродром Где нас не взять, Где ждет нас С прапорщик С ведром Вечерний свет Вечерний свет В горах богат В ущельях сыром И темном Вода во флягах Как и но Война не понимает нас Пусть оставались мы Не раз В ущельях с ней Наедине Но ни на склонах Ни на дне Война не понимала нас На гребни Высланы Посты Их поменяют Через час Война Глядит Из темноты Она не понимает Нас А мы опять Не сжем костры А мы уже Не тушим глаз Война не понимает Война не понимает Иначе вышла из игры Вечерний свет В горах погас В ущельях стыра И темном Вода во флягах Как вино Война не понимает нас Вода во флягах Как вино Война не понимает нас Песня называется Советник Жуков Я несколько слов о советниках скажу Все таки Как бы ни тяжело было Сражаться в войсках Но когда среди своих Это одно А когда все таки Среди не своих Это гораздо По моему Как-то страшнее Ну не знаю Гораздо Гораздо Но тяжело А у нас были Советники Значит В афганской армии Были партийные советники Были комсомольские советники Которые сидят Вот там Оли комиссаров И компания Это вообще сумасшедшие люди Они туда В общем-то Без всяких документов Поехали Не было даже Никого официального решения О том Что туда Поедут комсомольские советники И они лезли туда Куда надо И куда не надо Почему среди них Много Погибших И ранних И много Были советники По линии КГБ Сегодня присутствует У нас Вдова Одного из них Любовь Федоровна Рутинян Дочка его А советник Жуков Песня родилась Еще когда Шли Афганские события И Жуков Живым Что мы очень удивились Вернулся из Афганистана И его потом Назначили куда-то На службу В Ленинград И вот мы его провожали В том числе Был И легендарный Полковник Хабаров Который Израненный И второй раз Служил в Афганистане Уже вроде Инвалидом Но служил Вот А потом Был полу В тюрьму Якобы За попытку Государственного Переворота Да понятно Что сняли Куда еще Деваться С волочами Вот А Хабаров Про Жукова Сказал Очень хорошую фразу Ты знаешь По-моему Это единственный Из пехоты За кого Даже десантники Пьют стоя Ну вот Песня называется Советник Жуков Он написал Еще тогда Когда Шла Афганская война Он сядет На поезд Хороший Уедет Служить В Ленинград Он хочет Не думать О прошлом Как Года Четыре Назад Не спит От колес На Восток Хоть На ночь Попил Не чайку В окошко Уставился Жуков Советник В Афганском Полку Он помнит Он помнит Ту дату Когда В роковом Декабре В полку Сбунтовали Солдаты И ждали Его Во дворе И вышел Военный Советник Небрежно Небрежно Вперед Вперед Туда Где За каждым Дувалом Мятежный Страчил Пулемет И шли Пригибаясь От страха Судьбу Проклинали Нашли Советник Страшнее Аллаха Когда Он Из Русской Земли Так Что ж ты Советник Невесел В экспрессе Москва Ленинград Мир Тот же Из крови Песен Как Года Четыре Назад Не ты Уезжаешь В разлуку А мы С тобой Разлучены Спи Виктор Дмитрий Ведь Жуков Советник Советник Советской Страны Владимир Маковей Тридцать Сторок пятый Легендарный отдельный парашютный десантный полк, про него еще будет сегодня песня, Володя, но он просто подтвердил, что я не просто так вам сказал, не обманул, он выпил стоя, хотя он десантник легендарный, а пьет не пьет. Война становится привычкой, опять по кружкам спирт разлил, опять хохочет медсестричка и режет салазом полис. А над палаточным презентом свиста то ветра, то свинец, жизнь словно кадр и киноленты, дала картинку на конец. О чем задумался, начтабы, какие в ячь увидел сны, откуда спирт, откуда баба, спроси об этом у войны. А хорошо сестра хохочет от медицинского вина, она любви давно не хочет, ей в душу глянула война. Эй, замполит, плесни по-малу, теперь за родину пора, нам не спуститься с перевала, который взяли мы вчера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Володя, а вот теперь можно про мой любимый, вот у меня значок даже его, который Валера Востротин снял себе и отдал. Вот 345-й отдельно парашютный десантный полк, где была и 9-я рота, и в начале войны, и фильм, который я считаю ужасный и дурацкий, тоже 9-я рота. Но 9-я рота в конце войны, хотя она далеко не вся погибла, там погибло 6 человек, и то это были огромные потери. В 9-й роте это такое было редкость, а может никогда не было. Из бомиана нас вытаскивал, да? 9-я рота. Итак, 3-45-й полк. Повнимись, друзьями боевыми, фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми, 345-го полка. Мы с тобой остались рядовыми, 345-го полка. Как мы были молоды по грамме, как свистели пули у виска, Как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. И сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. Под салангом и до бомианом лезли мы по тропам облака. Сквозь рассветы, алые как раны, 345-го полка. Павшие поймут однополчане. Мы сегодня выпили слегка. Слишком много горя за плечами 345-го полка. Но тех, кто предали нас ныне, Нас и все десантные войска, Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, И в Москву войдем наверняка, Как вас вам в вожденную столицу 345-го полка. В русскую советскую столицу 345-го полка. Вот здесь присутствует Вельхом Баба Жалова. 79-й год, командир роты. Это единственный, крайний офицер, кто остался жить в Кергане. В настоящее время. Я помню, что до 35-го полка пришел из Керганы. Может, что-то скажете? Ну, ладно, потом тогда скажем. Так, вот скоро у нас будет выступать Морозов. У меня же осталось несколько песен, да? А я сейчас хочу спеть песню, которая посвящена Игорю Морозову. Вот тоже странное дело, да? Осноположники афганской песни стали, в общем-то, рядовые бойцы советской армии и офицеры КГБ. Да, вот так вот. А профессионально остались песни Юры Керсанова, тоже КГБшник, Игоря Морозова, КГБшник, извините, Игорь Ростакова, хотя я служил в советской армии. Вот, ну что интересно, вот мы, например, трое все с 51-го года, и что-то нас все связывает. Ну, короче, я хочу спеть песню, вернее, посвященную Игорю Морозову. Называется она «Была, не была». Сейчас вспомню. Это довольно новая песня, я ее еще не знаю. Мы еще вспоминаем афганские горы, Мы еще не забыли ущелья Чечни, Но уже не про них мы ведем разговоры, Да, живая солдатские, скудные дни. Но уже не про них мы ведем разговоры, Да, живая солдатские, скудные дни. Помнишь домик с крыльцом, Помнишь тихую речку, Помнишь девочку ту, С кем сидел у костра. Это было давно, Это будет навечно, С этим нам расставаться Еще не пора. Это было давно, Это будет навечно, С этим нам расставаться Еще не пора. Автоматы, гитара До срока укрыты От наветов чужих И от глаз неродных Мы остались в живых Не для славы и быта Ради первой любви Мы остались в живых Мы остались в живых Не для славы и быта Ради первой любви Мы остались в живых Еще ради той, не застегнутой нами, Величайшей всемирной отцовской войны. А с гражданской второй сладим как-нибудь сами, Ну а горные трети нам уже не важны. А с гражданской второй сладим как-нибудь сами, Ну а горные трети нам уже не важны. Пусть девчоночка та стала женщиной старой, И костер прогорел, и река заросла. Есть у нас на двоих автоматы, гитара, И война за окном, и была, не была. Есть у нас на двоих автоматы, гитара, И война за окном, и была, не была. Поворот на баграм. Недолго не стану, ни сон, ни обман, Я память друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу джабаль, И наш поворот на баграм. Ударил фугас, но Бог меня спас, Не знаю, чужой или свой. Над грудой брони смерть попремени, И окажется снова живой. И дело не в том, что будет потом, Как встретят нас в отчей стране. До крика «Держись!» Недолгая жизнь, Но дольше обычной вдвойне. Мальчишка-поезд, Комзотоюнец, И взрослый усатый комбат. Не хватит свинца, Чтоб наши сердца Живые забились не в лад. Нет Афганистан, Ни сон, ни обман, Я память друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу джабаль, И наш поворот на баграм. Я вижу сквозь даль дорогу джабаль, И наш поворот на баграм. Ведь это сердце, А не фляжка и не вода, Печет о кровь, Спасай беззак, Твоя тельняшка, Дай силы женская любовь. В чужой земле, В нерусском небе, Война следила День за днем, Как на солдатском горьком хребе, Мы выживали под огнем. Атаки рейды и подрывы, Стук пульмета и сердец, Но мы с тобой остались живы, Но мы вернулись наконец. А если снова станет тяжко, И нас война догонит вновь, Спасай последняя тельняшка, Дай силы первая любовь. Спасай десантная тельняшка, Дай силы женская любовь. Почему нынче вспомнились мне В тетраде, Тередрате, снега, Тередески, Далеко-далеко на войне, Где мы были, Как братья близки. Далеко-далеко на войне, Где мы были, Как братья близки. Пролетали в ночи про сера, Разноцветные звезды войны, И нас снились в горах до утра Ледяные солдатские сны. Вот сижу над рекою Москвой, На гитаре походной причем. Я с войны возвратился живой, Я войну вспоминать не хочу. Остывает уха в котелке, Недобито во фляге вино, И сползает слеза по щеке, Что увидеться нам не дано. И опять вспоминаются мне Те ветра, те снега, те пески. Далеко-далеко на войне, Где мы были, как братья близки. Далеко-далеко на войне, Где мы были, как братья близки. Так, ну и сейчас Немножко наберите духу, Песня несколько длинная, но интересная. Называется «На краткий курс новейшей истории Афганистана». Чтобы ее понимать, все-таки надо знать, что она написала два захода. Один заход ее написал еще при жизни прежнего. И он упоминается в этой песне «Тот, кто нынче выше всех». А второй уже, когда закончили все эти события. Безусловно, дали махуя мы десяток лет назад, Называя Захершаха и высочество, и брат. Мы ему завод платим, мы даем ему угля. Да, любили бы скотину Захершаха короля. Да, зубов вооружили, утопи его хорон. А вообще неплохо жили с этим самым Захером. И целуя с господами тот, кто нынче выше всех, Заложил кирпич-фундамент под кабульский политех. Но и стоприя, как средство, по весовыми кирпича. Где Захирь, где королевство, только камень и леча. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом. Как с товарищем зажили с этим самым Даудом. Только снова дали маху, революционер. Оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлый и двуличный, а его же, как на грех, Целовал утрополично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иудин, там, конечно, они здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя бы рановато Взяли принца на штыки. Но целуем, словно брата Нура-мура, дорогим. Брата дружит с Пакистаном, Книги пишет громадей. Из казны, как из кармана, Много хапнул на детей. И партийные разлады Непутево примерял. Расстрелял, кого не надо, Кого надо, не стрелял он. Мы идейно с ним дружили, Но готовили полки. А вообще неплохо жили С этим самым дороги. Дали орден, дали займы, И командовал сквозь смех Вера, Нурмал, или Майна, Тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССРа, Был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера По фамилии Али. Затушил подлец подушкой Своего лучшего дружка И зарыл трачетушку Средь афганского песка. Мы, конечно, телеграмму Лавинха-Физула. Мы не знаем вашей драмы И у вас свои дела. Но согласно узам дружбы Можем денег предложить И военного оружия, Чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо И с Анином до конца. Расстреляв его со вздохом Посереть его дворца, Сразу радио врубили, Мол, афганская земля. Про тебя мы не забыли Нам о браках кармаля. Правда, он буржуй Проджённый, форчемист и пустобрех, Но ведь рукоположённый Тем, кто нынче выше всех. Под надёжной охраной Посадили во дворце, Где сидел он вечно пьяный С важной думой на лице. А крестили его Колей По фамилии Бобров. Войск прислали, чтобы Волю намал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше В нашей собственной стране, Весь, как говорится, вышел И в Кремлёвской лёг стене. Мы порадовались виду, Но задумались слегка. Может быть, без Леонида Здесь не нужно бобрака. Долго думали, однако, Во все стороны поля, За Боброва, за Бобрака, За колюху кармаля. Да к тому же пересменка Началась в родной земле. То дров, то черненка, То пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы Здесь сломали кучи дров. Дожидаясь приказа, Он пришёл, прощай, Бобров. Без подушки и без пули Тихо сделали дела. Глядь уже, сидит в Кабуле Особис на джигулан. Правда, в университете Он учился на врача, И людей на белом свете Часто резал сгоряча. Возглавляя орган хата, Это ихний комитет, Кого надо и не надо, Всех отправил на тот свет. В остальном, нормальный малый, Мы с ним многое смогли бы. Да в Кремле пятно восстало, До свидания на джиг. А доварили чекушки, Ягашки, кто имел, В каратоне или в кушке, Оказавшись, неудел. В общем, вышли из Афгана, Коль приказ дурацкий дан, Мол, зачем другие страны, Дома будет вам Афган. И живём отлично, что ты, Мы опять в родной стране, И трещим из пулемётов На гражданской войне. Не дадим а-то ныне маху, Только грустно, чёрт возьми, Что какого-нибудь шаха Нет между нашими людьми. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, у нас три последних песенки. Вадим, ну, наконец, Твой заказ будет исполнен. Вот эта песня моя, Я её редко пою, Потому что сам волнуюсь, Я начинаю плакать. Но я точно знаю, Что на нескольких памятниках Афганским ребятам Есть строчки из этой песни. Давай за тех, кто не вернулся, Кто стал частицей тишины, Кто лёг в горах И не проснулся От необъявленной войны. Кто лёг в горах И не проснулся От необъявленной войны. Давай не чокаясь, ребята, Давайте молча им до дна. За офицера и солдата, Кого взяла к себе война. За офицера и солдата, Кого взяла к себе война. Слух выговаривать не будем Их дорогие имена, Поскольку здесь безвестно людям Та наша горькая война. Но молча вспомним по именам Тех, с кем навеки сроднины. Кто был частицей батальона, Остал частицей тишины. Кто был частицей батальона, Остал частицей тишины. Отставить не имеем права, А только молча им до дна. Поскольку общая держава, Поскольку общая война. Поскольку общая держава, И значит общая война. Третий тост. Третий тост. Ну еще одну хочу вам спеть относительно новую песню. Предпоследнюю мою выступление. Она не только про Афганистан, Но она характерна тем, Что она и начинается, И заканчивается нашим будущим Афганистаном. Потому что хотим мы или не хотим. А второй афганский поход Обязательно будет. С сожалению. Проснулся утром, чую быть в беде, Где пил вчера, какие были бабы. Лишь помню директиву из Генштаба, В Афганистан и Далии везде. Прошел в Афгане впадины и выси, Был в Ворозилке и в Сковороде. А дома директива на Тбилиси, Ну и затем, как водится, везде. От Суплико отбился малой кровью, Врет, что синяк остался на груди. А из Генштаба клич на Приднестровье, Вентеры, Дубасары и везде. Потом армяне с айзерами в страхе, Сошлись на виноградной борозде. Я их мирил в Нагорном Карабахе, Пакуев, Сумга, Ити и везде. С таджиками и вовсе было худо, Всем вес в ребро, всем кровь на бороде. Пришлось пройти отсюда и оттуда, В Таджикистан и Далии везде. Я разлюбил весь мир юго-восточный, Я заскучал по северной звезде. Но был отправлен директивой срочной, В Абхазию и Далии везде. Но вот осели русские туманы, Хотя еще дымились кое-где. И я слетал десантом на Балканы, На Приштину и Далии везде. Но сочинил генштаб другую сказку, Что вилами писалось на воде. Я послан был в окрестностях Дамаска, В Мимим-Валепом, Далии везде. И сгнал экил оттуда, чтобы рядом С Россией был он, а не черти где. Чтоб вновь генштаб командовал парадом, В Афганистане Далии везде. Пусть мой генштаб командует парадом, Опять в Афгане и опять везде. Да, ну почему я остановился? Ну почти специально, хотя и нечаянно. Потому что тут перечисляются все те конфликты и горячие точки, В которых многие из вас принимали участие уже после Афганистана. А их было так много, Что даже у меня и комплетов-то не хватает, И но и хватает, и я их забываю. Последняя песня, и так называется, «Последний батальон». Последний батальон уходит из Кабула, На взлетной полосе гудит последний ил, Дымами дизелей дорогу затянуло, Прощай, Афганистан, который я любил. Война была войной не лучше и не хуже, Чем тысячи других в иные времена. В пустынях жгла жарой, в горах губила стужей, И девять с лишним лет стреляла в нас она. С лихвой оплачен долг интернациональный, Не посранили мы советскую страну, И все же иногда оглянемся печально Наброшенный Кабула, предчувствуя вину. Оставили друзей наедине с врагами, Оставили врагов судьбой наедине. Одни убьют других, потом погибнут сами, На недобитой нами горестной войне. Последняя колонна от аэродрома Прощай, Афганистан, которого мне жаль. Перемахнем в салат, и завтра будем дома. Прощай, Афганистан, которого мне жаль. Спасибо, друзья. 15 минут воздуха, расслабления, перекуров, А потом начнется главное, будет выступать Игорь Николаевич Морозов. АПЛОДИСМЕНТЫ